итак ребята выбрались мы в лесок гуляем по лесу я ожидаю здесь найти что-то древние он там влад со мной king ванишь и вы знаете сигнал и не ожидал это видеть не ожидал ответь это три копейки тридцать третий год сохран лесной прям шикарный хороший бодрые три копеечки вот такая вот первая сегодняшняя зачетная находка самый первый сигнал который выкопал туда поближе к цивилизации алюминиевая проволока потом костыль от шпалой и вот третье что я подкопал это три копейки пойдет-пойдет серый чет парад заговорил что-то рация не знает батарейка что ли сдохла так что ладно ходим и так ребят влад тут откопал первую находку интересную кинку здесь сидеть да теперь будет тяжело найти его ладно сейчас найдем покажу вот ребят наконец-то откопали нашли и вот ради этого ребят мы и приехали в этот лес и это первый наконечник сегодня ребят у меня задача минимум я сказал пацанам найти наконечник максимум серебряную монету ну вот как говорится влад задачу минимум мою выполнил вот это у нас влад говори это наверное это самое монгола да похоже на монгола да монгольский может и булгарский быть вообще за счет но самое главное то что целый не погнутый лопатка немножко нет ну вот свежий не может быть ну зачет зачет мои поздравления держи вот так влад первая находка нашел в этом лесу у меня советик а у него ты чё нельзя нельзя хочет утащить владовский прибор чтобы чтобы он больше не находил а то хозяин не находит а чужой находит так что классно зачетная продолжаем и так ребят как я обещал историю от влада которая произошла с ним в этом году летом и на его словах сейчас пообщаемся что он нашел как поступать в таких действиях в общем эта тема интересная актуальная потому что часто очень находит боеприпасы оружие и что с ними сделают не знаешь в частности влад с этим столкнулся и можно сейчас поздавать вопросы он расскажет свою историю как все было на самом деле приложу фотографии и в общем тема актуальная для нас копателей бывает часто и как поступать в данных случаях не знаем но влад поступил правильно все сообщил сдал и получил ребята премию так что ладно сейчас вопросы влад ты расскажи что у нас вообще было в частности с тобой это было летом до рассказывай все по порядку что вообще как чё произошло то нашел скром совершенно случайно место называть не буду царик инфициальности вот нашел схрон сначала вылез мешок копал его мешок непонятный завернут в полиэтилен то есть побоялся я вскрывать через какое-то время я пришел вскрыл там оказались оружие после этого сообщил фсб ты им позвонил просто да да где-то часа через четыре они подъехали оказал место сказал скрон они при меня все раскрыли посмотрели сфотографировали что там было автоматы столет сколько сколько стволов автомат но это я не знаю суть по фотам там можно что-нибудь да да патронов тоже много дальнейшая судьба что произошло с тобой дальше дальше все по идее было хорошо в дальнейшем потому что сказать спасибо мне спасибо просто спасибо да да на по словах отправили домой все пару раз и взывали подписаться на все это подписать заявление подписать факт приемки и все потом через месяца два поступает звонок целью подъехать сотрудникам фсб ты о чем подумал когда тебя вызвали снова я думал мало ли то же самое подписать бумаги подъехал к ним встретил меня молодой человек но все культурно конечно было положено спроводил меня в кабинет там уже сказал что случилось показал мне мою страницу вконтакте мои аудиозаписи там среди моих аудиозаписи вот но это уже другая история но ты даже да ты уже другая история не касается просто ну на самом деле что дальше произошло с оружием которое ты сдал вот тебе компенсацию какую-то наверное выделили что спустя год что компенсацию тоже позвон тоже позвонили да нет путем добивания людей то есть фсб передала все оружие в мвд вот от мвд уже стала и писать то есть они дали заявление что сколько там чего было найдено какое количество и искали что имеешь право на выплату премии так скажем вот с этим документом я в мвд и обратился уже точнее даже в рувд они сказали что вот будем рассматривать рассматривали очень долго и все потом стихло все на нет звонил узнавал не знаю долго дать все пришлось обращаться к депутату самарской области вот он помог спустя пару месяцев движение уже пошло и и потом выплатили кампе премии премия большая хоть было стоит стоит сдавать оружие или все-таки лучше сдать и получить премию лучше сдать лучше сдать да ты мне скажи может быть кто-то если вдруг откопает совет может быть посоветуешь чего делать сразу звонить сотрудникам фсб милицию или вообще какие действия лучше предпринимать слушать сотрудников фсб потому что мвд люди не доверяют разные случаи бывают фсб государственная служба в случае чего может оказать какую-нибудь поддержку то есть милицию лучше не доверять а то еще чем повесить там раз на раз и не приходится тоже дело случая тогда звонить фсб ничего не трогайте все обнаружили все оставляйте как есть звоните фсб фсб приедет вы покажете это место все там дальше делая их рук уже так что ребят если чё звоните если к себе прикарманите статья двести тридцать три до вот я не ошибаюсь то есть статья грозная не только припаять а если даже замолчить и это да статья грозная но лучше сдать лучше пускай они утилизируют этот металл чем он откопается кем-то и пойдет во благо преступникам а не дай бог еще дети уже и судьбы ломать не дай бог еще дети откопают или что-то в этом роде лучше сдать и не париться так что такая вот история влад огромное спасибо за материал за рассказ так что мы идем дальше отдыхать вот таких вот просторах сегодня будем отдыхать приехали на четырех машинах так что немножко погуляем а теперь давайте немного оторвемся от реального оружия и окунемся в мир виртуальный как вы знаете свободное время я играю в world of tanks рублюсь в танки но время от времени вы можете встретить меня на бескрайних морских просторах в игре world of warships вас ждут динамические сражения в открытом море уникальные корабли и неповторимый геймплей а чтобы сражаться и побеждать было приятно регистрируйтесь по ссылке в описании и вы получите 15 дней прем аккаунта полтора миллиона кредитов полторы тысячи дублонов 15 муфляжей трофе 15 экономических сигналов 15 боевых сигналов и это хороший старт зарегистрировался и все правильно сделал теперь ты настоящий морской волк и готова к бою увидимся игра бесплатно ссылка под видео в описании ну а сейчас из виртуального возвращаемся в реальный и продолжаем свой куб приятного вам просмотра так ребят уже темнеет я набрал куча каванины в той области там старые тополя стоят и вот меня женька позвал ребят я сегодня хочу такой откопать а вон откопал смотрите чё и это ребят у нас наконечник женька сначала не понял честь такое я подошел блин это срезень так называемый классная вещица сегодня влад поднял наконечник и вот и женька ну фартовый есть фартовый ешкин кот классная вещица ребят срезень для того чтобы травмировать животных травмировать людей в боях чтобы они истекали крови но мои поздравления спасибо держи классная вещица уже темно ребят у меня полный карман вон отвисает всякой лабуды интересного ничего нет но на обзоре покажу чай накопал там серега где-то светится так что сейчас пойдем к тополям может там чем выскочит и так ребята уже не вот она к ванинка мы подошли уже почти к тополям и вот ребята смотрите это кованый серёг говорит булгары старый кованый ну зачетно хоть пошли какие-то сигналы да идем дальше итак ребят время пришло подводить итоги закончили мы на сегодня ночевать мы все-таки не решили потому что не очень интересная ночка получилось вернее вечерок смысла оставаться здесь нет по находкам ребята по находкам у нас получилось не пусто но и не густо вот такое количество всего-всего именно в старом лесу в старом лесу монета ребят монета единственное что порадовало это трёшка 33 год затем вот это очень удивило когда я откопал я думал что это старый старая копеечка ну там знаете до тридцать пятого года потом как переворачиваю потом смотрите копейка дай вроде копейка и 74 год смотрите какие цифры я прям ахнул ничегося думаю разновид что ли какой а это нет ребят эта монета как она называется статинка статинка такая монетка что у нас получилось по кабанине вот такой-то обломок топора я нашел вам не показывал но кусок он и в африке кусок но это был топор маленький топор может быть даже и боевой не знаю от топоров вот такие клинии нашли вот тоже от большого топора дальше большое количество кванины прям изобилие вот такие вот пули самое что интересно ребят самое что интересно это конечно же пуговка гирька в железе ребят в железе потом вот такой вот наконечник срезень и мы предполагаем что вот этот тоже был наконечник типа бронебойной но не знаю бронебойной нет и использовали именно против кольчуги а здесь лес охотники только были вот и вот такие вот разные гвоздики всякие разные вот такой ножик времен булгары хазары вот такие две хреновины вышли у меня прям один в один смотрите что это такое от чего гвоздь что ли догнули один а вот а вот второй что это не понятно так что вот так вот грибники походу может быть рыбаки вот этот интересный серега будет ее чистить электролизом вот такой вот ножичка ну на этом и все сейчас что там еще забыли еще что-то либо ловить а крючок ребят рыболовный крючок походу а может мои тоже крючочки были рыболовные как вы думаете потому что здесь как вы видели я показывал находится река и может действительно рыболовный да смотрите кованый кованая вещица а это она что у нас таких вот скитов нету ну и все сейчас легкий завтрак перед дорогой может быть ужин и домой так что все на этом все всем пока до новых встреч